Когда я делал этот проект, то есть мне нужно было компоненты солнечной батареи растворять в определенных растворителях и потом слой за слоем наносить. Соответственно, для каждого слоя получается свой растворитель. И, по сути, один из растворителей был токсичным и канцерогенным. И, соответственно, меня это совсем не радовало. Мы сейчас, допустим, когда с ними работаем, можем ничего не почувствовать, но лет через 10 мы можем получить рак кожи или рак легких или еще чего-нибудь. Соответственно, были очень высокие меры безопасности. Когда мы этот слой наносили, все это было в закрытом боксе. Мы фактически были в костюмах с химзащитой, работали в респираторах, защитных очках. Соответственно, все это было достаточно опасно. Я искал, на что можно данный растворитель заменить. И смотря зарубежные публикации английских авторов, американских авторов, нашел, что одно из веществ, которым нужно растворить, растворяется в этом гамма-баттеролоктоне. И потом, быстренько посмотрев его свойства, на русском языке я только в Википедии нашел его описание. И там было сказано, что это вещество не обладает значительной биологической активностью и практически не токсично. Ничего о наркотических свойствах там не было написано. Потом, когда я уже начал его заказывать, там другая проблема возникла. То есть, растворитель достаточно дешевый, то есть промышленный. И в России там я вообще не нашел нигде. То есть, я там находил в паре магазинов, что он там когда-то был, но сейчас его нет в наличии. И в других местах я находил там, мне предлагали там купить 15-18 литров, в других местах там минимальная партия 5 килограмм, но в конце концов, минимум, который я нашел, это 1 литр. То есть, вот если там ацетон взять, то вы там, например, не сможете меньше, чем пол-литра его найти в магазине. Мне всего нужно было 10 грамм, чтобы именно взять, протестировать, растворяется вещество в нем или нет. Мне просто надо было ответить на вопрос. То есть, фактически, вот таких вот сервисов, чтобы можно было какой-то минимум заказать, проверить что-то, достаточно мало. То есть, они есть, там есть, например, компания Сигма и Одерич, но у нас там, она в основном обслуживает Западную Европу и США. То есть, у нас с Россией проблемы с этой компанией. Соответственно, я заказал на этом сайте, то есть, это было в начале мая прошлого года и в дальнейшем уже забыл практически об этой посылке и потом она пришла уже в конце июня. Ну, к этому моменту, поскольку мне как-то надо было работать, я частично проблему решил, которая у меня была. То есть, я уменьшил где-то на порядок количество того растворителя токсичного, который мне нужен был. И там, то есть, меры безопасности нужны были уже менее строгие. Соответственно, дальше, дальше, то есть, я опять эту посылку забыл, то есть, мне таможенные вызовнения пришли. То есть, там нужно прийти на таможню и все оформят. Они у меня лежали. Мне это не срочно нужно было. Потом, у меня вот был один знакомый, Виталий Катунин, который какими-то международными там растаможкой занимается. Я ему позвонил, говорю, ну ты там сможешь там заняться там моей посылкой? Он говорит, да, но я сейчас сильно занят. Я, в принципе, тебя могу бесплатно сделать, но там через две недели. Он говорит, там, тебе это не срочно? Я говорю, не срочно. У меня действительно не было срочно это нужно в тот момент. Но потом мне начали названивать из почты России, ну, ЗИМС. И требовать, чтобы я побыстрее там пришел на таможню и оформил посылку, иначе их там начинают лишать премии, вот в таком духе. То есть, надавили на жалость, по сути, потому что там какая-то бабушка звонила. То есть, пожилая женщина. Вот, соответственно, где-то наш шестой звонок. Я уже не выдержал. Говорю, ладно, давайте я это приду, все оформлю. То есть, я быстренько там распечатал, что у меня было. И, соответственно, дальше пошел на таможню. Спросил у таможенного инспектора, что нужно там для того, чтобы оформить. Он мне дал образец. Я написал там наименование, стоимость, количество, для каких целей нужно. Отдал ему это заявление. Подождал минут десять. Уже собирался уезжать в университет, чтобы дальше работать. И тут подходят сотрудники наркоконтроля с удостоверением. Попросили меня пройти до дачи объяснения. Я опять-таки им объяснил, для чего эти вещества. И дополнительно еще объяснил, как я их заказал. Потом они попросили меня минут пять подождать. Потом пришел еще один сотрудник, который уже начал меня обвинять в том, что я чуть ли не изготавливаю все эти наркотики. Требовал, чтобы я выдал своих подельников, с кем я там работаю. Соответственно, я ничего не признал. Потом на меня надели наручники. Повезли в основное здание таможни. Там несколько часов допрашивали. Причем там был какой-то адвокат дежурный. Я раньше вообще не имел дела ни с правоохранительными органами, ни с адвокатами. Как-то мне было видно, и я чувствовал, что он хоть и как-то заинтересован, чтобы мне помочь, но у него есть своя выгодность, то есть ему выгодно, чтобы дело завели, и он потом бы меня защищал, по сути. И, соответственно, все-таки под угрозами того, что меня посадят на 48 часов в камеру, я написал явку с повинной. Но, опять-таки, в явке с повинной я ничего не написал там такого, что меня именно не признал никаких преступлений. Я просто описал факты заказа, как я все это сделал. Несколько раз упомянул о том, что я не был в курсе психотопных свойств, но, по сути, это не целевое использование данного средства. Но, соответственно, уголовное дело все равно завели, отобрали мне ноутбук-телефон. Но это для меня не было так фатально, потому что у меня данные все были скинуты в облачное хранилище. Я потом просто их перекинул на другой ноутбук-телефон и просто продолжил работать. Соответственно, полтора месяца ничего не происходило. Я даже успел закончить основную работу по изготовлению образцов и поехал с этими образцами в Индию там их показывать. В принципе, я, может быть, даже мог бы там остаться, зная, что на меня уголовное тело заведено. Но, поскольку я понимал, что так сразу я там не смогу начать работу, продолжить, то я вернулся, чтобы опять продолжить работу и сделать еще какие-то образцы, которые бы в дальнейшем можно было им отправить, показать. Но уже в середине августа там меня попросили подписать подписку о невыезде, началось следствие. Я все это время думал, что все-таки все поймут, что это будет какое-то недоразумение, дело закроют, поэтому я как бы особо не опасался. Но потом я, в принципе, понял, что в связи к тому, что меня могут действительно посадить, и тогда уже посоветовавшись с людьми, которые раньше мне помогали из опоры России, вот сейчас с Дмитрием Самарским, и мне подобрали уже адвоката. И в дальнейшем уже мы как-то начали себя защищать, то есть я даже прошел тест на декторе лжи, и, соответственно, дальше, который показал, что я никакого отношения к наркобизнесу не имею. То есть это было передано как материалы следствия. Соответственно, дальше следствие закончилось, дело было передано в суд, но с судом тоже были проблемы, потому что связи с стороны обвинения, которые, собственно, все это дело завели, они не приходили на заседание, то есть ни таможенники не приходили, ни с почты не приходили, вот. И все это там проходило так, что они не пришли, и все переносилось в следующий день, в следующую неделю. Ну, то есть уже все-таки ближе к маю все-таки как-то всех свидетелей более-менее выслушали, вот. И тогда уже какой-то приговор в июне огласили. Но поскольку никаких доказательств не было, то есть поскольку сотрудники там ФСКН, таможни, они прослушали мой телефон, просмотрели мой компьютер, просмотрели содержимое моего телефона, провели обыск у меня дома, и это не показало, то есть не было вообще ничего не найдено, то суд за неимением доказательств не признал меня по факту контрабанда, но, то есть все-таки признал меня по факту подготовки, виновным по факту подготовки к незаконному приобретению психотопного средства. Ну, там, по сути, тоже доказательств особых и не было, но меня, в принципе, на текущий момент то, что такой приговор устраивает, потому что я, в принципе, могу нормально работать, у меня нет неизвестности того, что надо мной там может висеть срок в 10-20 лет, и то есть это для меня вполне нормально.